Вот и настал следующий день. Я уже поел, собрал палатку и отправлюсь сейчас дальше в сторону моря. Здесь на другой стороне озера есть бобровая хатка. Какая-то здоровая вот человек проходил, говорил. Ночь была прохладная, под утро было три. И утром влажность повышается, и холод чувствуется сильнее. Здесь я немножко так замерз, но не очень сильно, но не очень комфортно было спать, конечно. Нужно, наверное, спальник все-таки потеплее купить. Зверюга вот эта вот ночью, она меня замучила. Сначала был такой топот, ну не знаю, там какое-то толикопытное какое-то неслось. Мышь косуля. Потом раз остановился недалеко от палатки, ну шум так меньше стал, и потом прекратился. И дальше начал какой-то зверек. То ли выть, то ли там лаять, ну какие-то такие звуки непонятные. И он долго-долго-долго, мне казалось, что он то с одной стороны палатки, потом немножко в стороне. Это очень долго продолжалось, я не мог спать. Уже думал, ну выйду с фонариком, с камерой, и буду искать. И вы как раз вам засниму это действие. Но было как-то так лениво, потому что там как бы холодно. На улице мне не очень хотелось выходить. Ну и непонятно было, что за зверь был. Знаете, может быть какой-нибудь бешенством кто-то болеет. Потому что, по идее, звери, они не должны так около человека, не бояться человека. Потому что я там и кричал, и стучал котелком. Но он все равно немножко затихал, а потом опять начинал издавать свои звуки. Ночью было очень слышно дорогу, которая здесь примерно в километре. И утром я хотел записать пение птиц. Птицы, конечно, пели, но и дорогу было тоже слышно. И я решил, что, ну не очень это будет. Есть одно озеро, где тишина. Я вот прошлый год там был. Есть видео у меня, похоже, прошлого года. Смотрите. Вот это да! Вот это они дают! Бобры, а? А здесь, смотрите, что они сделали. Так, где-то там хатка должна быть. Я отсюда ее не вижу. А, вон она, вон она! На другом берегу, видите? Навалены ветки. Скорее всего, вот эта вот хатка. Там высота ее, наверное, метра полтора-два. И в диаметре... Сколько метров? Пять, наверное. Отсюда не понять. Бобры, конечно, очень много деревьев валят. Но с ними как-то не очень борются. Есть какое-то количество, которое природа может вынести этих бобров. И когда это количество превышает, их начинает отстреливать. Хороший-то колесок. Непривычно спать в палатке. После кровати неудобно. Хоть у меня и коврик самондувающийся такой. Достаточно... Ну, не то, чтобы прям мягкий, но... Лучше, чем просто пенка. Но все равно. Некомфортно, непривычно. Хотя, когда ты надолго в поход уходишь, там уже привыкаешь. А так, когда первый поход в году... То нормально спать, конечно, не получается. Такой баллон. Сейчас выйду на дорогу. Примерно градусов 8 было сегодня. Часов 11. Я сомневаюсь, что вода 12 градусов в озере. Потому что вот у меня 2 градуса с тобой. Одним я мерил температуру на улице в палатке. А другой вот эта вот рыбка, который воду мерил. Так рыбка мне показывала ночью в палатке, но не ниже 8 градусов. Но я сомневаюсь, что там так было. Но я сомневаюсь, что там так было. Потому что это все-таки практически около выхода. А эта рыбка лежала. Но она все-таки предназначена для измерения воды, а не воздуха. Ну, не знаю. Мне кажется, что вода 12 градусов. Мне кажется, это маловероятно. Потому что ночью у нас вот около нуля практически. Позавчера было минус 3. Днем градусов 10. Иногда бывает побольше. Теплого денька было всего там несколько. Разговаривал с человеком. Он говорит, что на машине здесь не подъехать. Там перегиб перекрыто. Хотя раньше, давным-давно, я подъезжал сюда. Сразу отвечаю на вопрос, когда вы напишите, где это находится. Если захотите, сюда приехайте. Надо только пешочком. Здесь остановлюсь. Сниму лишнюю одежду с себя. А то я что-то очень тепло оделся. Как-то жарко мне. Что это такое, интересно? Какой-то засов. Или этот винтовки. Что это такое? Пишите в комментариях. Тут течет ручеек. А впереди там метрах в 100 или 200 метрах лебедь на берегу. Здесь воды вот чуть-чуть, а там вот дальше, я смотрю, в ручьи воды много. Вот, лебедь пошел... Видите? Полетел, полетел. Сел на воду. Я проходил знак, водоохранная зона. Впереди, кстати, тоже знак, вот, с двух сторон. Сейчас я вам его покажу. Водоохранная зона, 100 метров. Водоохранная зона, 100 метров. По дороге встретилось местечко, где можно посидеть. Останавливаться не буду, просто вам покажу. Берегите лес от пожара. Второй раз встречается на дороге сено. Это, наверное, каких-то животных подкармливают. Напишите в комментариях, зачем кладут сено вдоль дороги. Впереди я вижу шлагбам. То есть, дорога действительно закрыта. А здесь можно отдохнуть. У меня с собой немного воды, потому что в озере, ну, оно такая, непонятно, что-то там плавают какие-то... Насекомые, как это называть, там, какая-то, короче, мелкая-мелкая такая живность. Ну, или, может, не живность, но какие-то точечки там в этой воде непонятные. Мне кажется, что они все-таки там плавают, поэтому я не стал набирать воду, хотя я обычно на это не обращаю внимания, когда уходишь по ходу, тебе все равно. Любую воду, в принципе, берешь. А сейчас что-то я привереденчу. Какое здесь место интересное. Тут есть какая-то тропинка, и она ведет к болотцу, к небольшому озерцу. К этому озерцу течет ручей. Вот с этого ручья хочу набрать водички и сделать кофе. Насколько он чистый, я не знаю. Вроде прозрачный. Вот такое, видите. Коричневая водичка. Знаете, где-нибудь ее удобнее набрать. В озере вода была, конечно, более прозрачная. Так, как это набрать-то? Опа. Ну, это, конечно, ну, такое. Ну, ладно, посмотрим, что будет со мной. Вот там вот озерцо. Вдоль дороги тек ручей, и он был прямо такого вот черного-коричневого цвета, видимо, из-за торфа. Может быть, это тот же ручей, хотя нет, он был довольно-таки далеко отсюда. Ну, буду надеяться, что это просто торф. Посмотрим. Что со мной будет, конечно. Ну, так, стройненько, конечно. Нужно его пробовать. Нужно купить фильтр для воды. Как? Ну, так, стройненько. Так. Должно. Тетяна. Так. Тетяна. 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 Продолжение следует... 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 дом какой-то стоит еще один ульи вышел из леса справа поле впереди тоже поле до самого моря будет паря там впереди лукойл что там такой я не знаю знаю что это лукойл подошел к лукову какие-то эзервуары наверное с нефтью или с чем это еще может быть есть грузовики пылят уже 2 проехал сзади джип несется конечно пыльная дорога такая в крови должен быть асфальт все топаю топаю немножко не рассчитал потому что пока ты особо не посмотрел сколько за такие каталии заканчиваются до дороги из асфальта я думал что за дороги ближе будет вот видите где лукойл за дороги еще но вот ее видно там метров пятьсот наверно это вот пятый грузовик проехал до 6 медленно смотрите что этот увидел что интересно как настрескала земля такой мягкая не засохшая просто потрескалась были 3 но не скоро снижают старается меня не запылить но все равно мало приятно так вот эти по дороге я думаю надо было вот где-нибудь полями там идти там можно было где-нибудь найти дорожку наверное и пройти вот чтобы не идти по такой пыльной дороге вот я и дошел до дороги туда пошла дорога на романово вот отсюда я пришел и куда идти меня есть несколько вариантов идти конечно мне нужно вот туда но как туда пройти через поля очень много клещей кстати а вот тот поворот по моему это поворот на куликово можно пойти на куликово сразу повернуть пойти по асфальту пройти поселок куликово и на море а можно пойти вот сюда повернуть налево пройти через дачи через поле там ветряки стоят и тоже попасть на море а можно просто поехать домой отсюда вот сесть и уехать и все потому что пойдет дождь вот я не знаю надо сесть на остановку посмотреть погоду и подумать посмотрел погоду решил все таки ехать домой потому что скоро пойдет дождь и смысл там сидеть под дождем вечером и утром тоже будет дождик то есть ну как бы и ветрено не вижу никакого смысла идти сейчас к морю тем более получается что попрусья по дороге по асфальту никакого удовольствия в этом нет но вообще хочу разведать конечно путь не по дороге вот чтобы полями выберу для этого время и попробую разведать там дорожку и вот здесь вот идти по этой пыльной дороге а где-то там вот полями попробовать найти дорожку остановил такси за 400 рублей доехал до поселка где я оставил машину и вот еду домой виде уже пошел дождь и смысл никакой был идти на море вот я бы сейчас подходил примерно к морю дождем там сидеть палатки вот в этой маленькой палатки особо смысла нет есть еще большая палатка трехместным ну да там нормально комфортно можно спокойненько сидеть под дождем а здесь как бы не повернешься на такая узенькая поэтому я решил все таки что лучше в данном случае поехать домой сейчас в 1735 так что подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии с вами был александр